Переходим дальше к Дмитрию Галкину, руководителю направления VDI компании инфосистемы JET. Исследование удаленка в крупных компаниях, опыт, технологии и планы развития. Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Галкин, я руководитель направления VDI в компании инфосистемы JET. И тема сегодняшнего доклада это, во-первых, исследование, которое мы провели совместно с коллегами с компанией Citrix и CNews. И хотелось бы немножко поделиться нашим опытом, нашим видением, куда мы все дальше идем. Ну, собственно, давайте начнем с обследования. Значит, оно достаточно свежее, совсем недавно провели. Вот. Обследовали мы крупные компании. Вообще цель этого исследования была синхронизировать наше видение с общими тенденциями на рынке вот среди крупных компаний. Для этого мы сделали выборку из топ-500 РБК и смогли в рамках обследования опросить 102 респондента. Вот. Обследование было в формате телефонного опроса. Вот. Распределение по отраслям вы тоже можете видеть. То есть, самое большое – это реальный сектор, промышленность, вот, торговля, финансовые компании. Вот. Это такие вот основные, как бы, компании, которых мы смогли опросить. Ну, собственно, не сказать, что для нас какие-то сюрпризы в рамках этого обследования открылись. Вот. Значит, порядка 80 компаний перевели как минимум половину сотрудников на удаленную работу. Вот. Что касается используемых технологий, как правило, компаний совмещали разные технологии, поэтому суммарно здесь 100% не будет, да, там совмещение есть и VPN доступа, и кто-то и терминальный доступ. Ряд компаний, которые используют VDI для того, чтобы максимально быстро нарастить количество сотрудников, которые могут подключаться удаленно, они параллельно использовали удаленное подключение к ПК, используя те же VDI технологии, просто ставя агенты на физические компьютеры и таким образом обеспечивая доступ сотрудников через единый шлюз. Ну, кто-то на виртуальных рабочих столах, кто-то на ПК. Ну, надо отметить, что технология VDI, она достаточно распространенная, то есть, аж 41% компаний так или иначе из топ-500 РПК, да, так или иначе используют эти технологии. Вот. Ну, и по вендорам, собственно, тоже все достаточно понятно. Citrix на российском рынке является безговорочным лидером, 40% компаний, кто работает на VDI, они используют Citrix для этого. Вот. Microsoft, он просто как бы лидер на рынке программного обеспечения. Вот. VMware здесь несколько отстает. Ну, и 3% используют какие-то альтернативные еще технологии VDI. Вот. Linux и там всякая другая экзотика. Вот. Значит, сложности, с которыми столкнулись компании, они тоже нам понятны. То есть, во-первых, это высокая нагрузка на IT-персонал. То, что происходило еще в первую волну, да, нужно было срочно как-то модернизировать, перестраивать IT-инфраструктуру. Вот. Ну, и плюс к тому, когда пользователи разъехались по домашним офисам, то совершенно логично, как бы увеличилось и количество устройств, которые необходимо поддерживать, и фокус вообще технической поддержки, он размылся из офисных помещений, в общем-то, географически по домашним офисам сотрудников. Вот. Также достаточно большое количество компаний отметили, значит, нехватка ширины каналов связи. Вот. Ну, и вообще нагрузка на сеть возросла, то есть там и дети стали учиться через Zoom удаленно. Вот. И вообще провайдеры отметили, что очень сильно вырос трафик. Вот. Из-за этого были некоторые сложности. Тем не менее, 16% респондентов, значит, отметили, что никаких проблем не испытали. Вот. Но, во-первых, это компании, которые уже заранее что-то внедрили и, в общем-то, перешли, как правило, там, на VDI, на терминальный доступ и так далее. Вот. Ну, либо это компании, которые вот принципиально, скажем, не могут позволить себе перевести сотрудников на удаленную работу, поэтому для них как бы ничего не изменилось. Вот. Что касается дальнейших планов по развитию, опять же, большинство компаний, ну, большая часть компаний, они планируют, что будут эту тему развивать. Причем даже вот 11% компаний отметили, что планируют строить под это дело какую-то новую IT-инфраструктуру. Вот. Ну, и развитие рассматривают, опять же, в разрезе тех проблем, с которыми они столкнулись. Это техническая поддержка, да, это обеспечение безопасности удаленного доступа. Ну, и просто как бы внедрение VDI. Вот аж треть респондентов, отметили, что планируют его либо внедрять, либо расширять. Вот. Ну, вообще, что касается VDI, надо отметить, что мы считаем, что это наиболее технологично, наиболее правильный вариант реализации удаленного доступа, потому что как раз эта технология позволяет вот эти все проблемы с безопасностью, с технической поддержкой пользователей позволять решить. Очень правильно как бы создаются виртуальные рабочие стола там на базе шаблонов. Их можно кастомизировать по-разному, доставляя там отдельные какие-то приложения. Вот. Все это централизованно поддерживается. Компьютеры удаленные, ну, даже включая там тенденцию bring your own device, вот, когда сотрудники, значит, со своих личных компьютеров подключаются, опять же, их поддерживать несколько проще, потому что, ну, фактически все это заключается в поддержке приложения клиента для подключения к VDI. Вот. То есть здесь VDI дает очень хорошие технологические преимущества. И, значит, что касается нашего опыта внедрения, у нас есть пара таких прям крупнейших внедрений. То есть, во-первых, это банк ВТБ, где мы виртуализировали 14 тысяч рабочих мест. Ну, на самом деле, эта история немножечко уже так не сказать устарела, но прошлых дней, это история объединения банка ВТБ с Банком Москвы, вот, где нужно было быстро достаточно всех сотрудников обоих банков разместить в единой IT-инфраструктуре. Вот здесь вот VDI, как бы, очень сильно помог обеспечить такую миграцию без перерыва в работе банка. Вот. И, в общем-то, сейчас банк ВТБ тоже отмечает то, что они достаточно безболезненно перешли на удаленный формат работы. Есть еще один банк, я его, к сожалению, не могу назвать, но это очень крупный банк из ТОП-10, вот, которым мы виртуализировали. Интересно то, что мы закончили проект аккурат буквально за месяц до первой волны, до первого карантина, вот, и никто, что называется, не ожидал, вот, но, опять же, 14 тысяч рабочих мест. Ребята просто сказали, что замечательно все получается, вот, они на самом деле сами, значит, рассказывают про этот проект, все, но у нас там NDA с ними пока подписан. Вот. Можете поискать, я думаю, что можно будет догадаться, о каком банке идет речь. Вот. Но, кроме всего прочего, поскольку мы делаем крупные проекты, поведя, когда масштаб пользователей большой, то зачастую возникают проблем другого характера, какие-то подводные камни, которые спотыкаются. Дело в том, что большим количеством сотрудников очень сложно управлять. Вот. Некоторые заказчики, они говорят, что с внедрением VDI стало только хуже, потому что появилась еще одна система, которую нужно поддерживать. Вот. И здесь, как я говорил, поскольку виртуальные рабочие столы там создаются на базе шаблонов, а в компании работают сотрудники совершенно разных профилей, вот, то с увеличением количества этих самых шаблонов для каждого типа сотрудников, конечно, этим управлять становится не так удобно. Вот. И здесь необходимо внедрять какие-то технологии кастомизации. Вот. Для банка открытия мы сделали такие пару проектов. Было по улучшению их платформы VDI, то есть внедрение, во-первых, Citrix Uplaying, и, во-вторых, для оптимизации нагрузки на систему Workspace Environment Management. Вот. И вообще говоря, ну, как бы, если даже VDI внедрен, на самом деле развитие, тенденция развития мы видим в сторону полноценных цифровых рабочих мест, потому что, значит, компьютеры, ну, виртуальные рабочие столы – это не единственное, с чем работают сотрудники. Вот. Практически всех сотрудников есть там. мобильные телефоны. Вот. Во многих ситуациях удобно читать почту корпоративную, отвечать с мобильных устройств. И, конечно же, это все является такой дополнительной внутренней угрозой. Вот. И чтобы на это как-то реагировать, нужно совместить достаточно много технологий, чтобы это работало правильно. То есть я говорю про технологию управления мобильными устройствами, MDM, EMM в более расширенном варианте. Вот. Ядро, как бы, нашего такого фреймворка – это как раз технологии, средства доставки приложений виртуальных рабочих столов. Вот. То, что тут находится посередине, да, такая картинка немного страшная. Здесь есть ряд, значит, ряд IT-сервисов. Вот. А та часть, которая слева, это касается, значит, обеспечения безопасности этой всей инфраструктуры. Здесь тоже достаточно много вещей, над которыми надо поработать. Вот. Ну, а то, что касается справа, это мониторинг и техническая поддержка пользователей. Вот. У нас в компании есть, значит, службы, сервисный центр. Мы предлагаем услуги по организации такого аутсорсинга безопасности, реагирования на инциденты безопасности. И также достаточно большая часть нашего бизнеса – это аутсорсинг различных систем, в том числе и VDI. То есть, если компании какой-то нужно достаточно срочно усилить, увеличить количество технических специалистов, да, чтобы, например, обслуживать сотрудников на домах, на дому в том числе, вот. Мы будем рады предложить наши услуги по, значит, такой вот технической поддержке. Вот. География у нас достаточно широкая. Вот. Ну, такая небольшая страничка славы. Вот. За всю нашу историю мы виртуализировали уже больше 45 тысяч рабочих мест. Вот. В определенных рейтингах нас отмечают компания номер один в категории IT-аутсорсинг. Вот. Ну, и также вот CNews тоже считает нас одним из лидеров рынка на… Одним из лидеров на рынке системной интеграции. Вот. Чем мы можем вам помочь? Во-первых, значит, если вы хотите посмотреть расширенную версию отчета, вы можете пойти, сходить по ссылке Jetsu, ремонт зарегистрироваться там. Вот. Мы вам обязательно этот отчет пришлем в расширенном виде. Вот. Также, значит, многие компании считают, что внедрение VDI – это не дешевое удовольствие. Оно на самом деле так и есть, потому что это все-таки штука технологичная, да, и вот эти вот дополнительные все технологии, они, ну, не могут стоить дешево. Вот. Тем не менее, в среднесрочной перспективе мы считаем, что такое внедрение себя оправдывает. Тем более сейчас, когда речь может идти об экономии там офисных площадей, переходе на работу в форматном agile офисов. Вот. Поэтому у нас есть опыт разработки технико-экономических обоснований, вот, которые показывают выгоды от внедрения именно в финансовом виде. Вот. Ну, и если VDI внедрен, но что-то там работает не очень хорошо, пожалуйста, тоже обращайтесь. У нас много экспертов по VDI, вот, очень хорошо знают, как это должно работать, как это может работать. Вот. Обязательно что-нибудь порекомендуем, поможем. Вот. Сделаем аудит и можем модернизировать вашу систему VDI. Вот. Ну, и кроме того, большой опыт по интеграции со смежными системами. Вот. Это и всевозможная система защиты от внутренних угроз типа DLP. Это резервная копировка, там, антивирусная ПО и прочее, прочее. Вот. Коллеги, спасибо большое за внимание. Мой доклад закончен. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. С удовольствием отвечу. Дмитрий, спасибо за выступление. Первый вопрос. Примерно какое количество ресурсов нужно иметь на сервере для организации 100 виртуальных рабочих станций офисного плана? Ну, классические двухпроцессорные серверы, они очень распространены. Это и Dell'овские, там, R640 и Hue. То есть обычные двухпроцессорные серверы. Вот. Пара физических процессоров где-нибудь, ну, начиная от 20 ядер и начиная от 2,3-2,4 ГГц производительности. 768 ГБ оперативной памяти. Классика. Ну, либо 1 ТБ в зависимости от количества, значит, требуемого, сколько на каждой виртуальной машинке должно быть оперативной памяти. Вот. 10 ГБ, желательно, сетевые, как бы, адаптеры. Когда компания переходит на удаленный режим, что делать со старым оборудованием офисным? Компьютерами? Можно продлить им жизнь как раз тем самым. То есть многие компании как раз приходят на VDI по причине того, что у них планируется, ну, большое количество устаревшей компьютерной техники, которые уже медленно загружаются, работают так себе. Вот. Они приходят, ну, либо как бы менять, там, закупать компьютеры, либо можно постепенно начинать внедрять VDI и продлить жизнь, что называется, этим устаревшим системам, потому что фокус нагрузки, он смещается в сторону серверной инфраструктуры, а компьютер занимается только тем, что отображает, как бы, информацию на экране. Какие операционные системы тонких клиентов для конвертации ПК и ноутбуков вы порекомендуете для Citrix окружения? Например, Eagle и так далее. Ну, наш любимый вендор – это компания Stratodesk на эту тему. Вот. У нас есть тоже опыт внедрений. Значит, интересен он тем, что запускается вообще практически на всем, что угодно, даже на Raspberry Pi можно запустить. Вот. И фактически таким образом создается доверенная среда подключения к VDI. То есть внутри ставится клиент для подключения, и вообще это все очень хорошо централизованно управляется. То есть вот отличие компании Stratodesk, их know-how – это фактически превращение любого практически оборудования в тонкие клиенты под единым знаменателем. Вы больше не завязаны на производителях какого-то оборудования для пользователей. Вот. Очень такой простой пример. Берете самый дешевый ноутбук, там тысяч за 15-20 рублей, который, ну, вообще, что называется, ни о чем. Ставится на него Stratodesk как операционную систему основную, и раздаете сотрудникам такие недорогие как бы ноутбуки для домашнего использования. На этом ноутбуке нельзя сделать практически ничего, но на нем можно подключиться там к Wi-Fi и дальше к виртуальному рабочему столу и работать. Замечательное решение, да. По опыту, ежемесячная цена решения на одного пользователя какова при объеме в тысячи пользователей? Ежемесячно сложно сказать. Значит, ну, как бы проводя много достаточно расчетов, да, уверяя там и так далее, если посчитать все там стоимость операционных систем, вот, аппаратное обеспечение, поиск и так далее, ну, где-то в районе 2,5 тысяч долларов на одно пользовательское место, получается. Вот, соответственно, если это разовая покупка, также есть вариант, конечно же, аренды, там, какого-то лизинга, мы тоже такие варианты можем рассмотреть, предложить. Вот, в этом случае, ну, как-то стопроцентная выплата, выплата, как бы, вот эта сумма, она наступит где-то через полтора-два года. Вот, но при этом это будет полноценный аутсорсинг с серверами. От чего конкретно зависит стоимость, вот, какие факторы, да, влияют на стоимость решения? Вы знаете, здесь не так много факторов. Дело в том, что VDI – это, скажем так, технология достаточно понятна с точки зрения, что офисная ПК, если мы сейчас не говорим про 3D VDI, да, и работу, там, с графическими станциями, там, с виртуальными графическими рабочими столами, то, в общем-то, офисные компьютеры, они все более-менее одинаковые. То есть, понятно, там, какой-нибудь Intel стоит Core i5, там, Core i3, Core i5, Core i7, это где-то 8 габайт оперативки, это Windows 10, ну, там, твердотельный накопитель какого-то объема. То есть, в принципе, это все понятно, и оно поэтому, вот, в среднем, в больнице здесь можно достаточно быстро прикинуть. Вот, опять же, серверы, на которых все это запускается, x86, они все тоже примерно одного порядка стоимости. Вот, лицензии, необходимы лицензии Microsoft, лицензии Citrix, в случае VDI на Citrix, да, это тоже считается там по количеству пользователей. Поэтому, вот, я и сказал, что в среднем по больнице 2,5 тысячи долларов за одно рабочее место. Здесь довольно сложно это, ну, как-то переоценить и недооценить. То есть, если у заказчика уже присутствует, например, какие-то лицензии Microsoft, да, если он планирует использовать рабочие станции, которые уже есть у сотрудников для подключения к VDI, то, конечно же, эта цифра будет уменьшаться за счет того, что просто не нужно будет приобретать вот эти вот лицензии, либо пользоваться с какой-то аппаратным обеспечением. А есть ли облачное решение? Облачное решение существует, но, на наш взгляд, пока что использовать их несколько затруднительно. Значит, более-менее хорошо облачное решение работает, скажем, в таких гигантских облаках, типа Microsoft Azure, вот, при условии, если компания, в принципе, в Azure, значит, на Azure работает большая часть IT-инфраструктуры. Здесь получается достаточно логично. В облаке можно создать виртуальные рабочие столы, и они будут достаточно хорошо взаимодействовать с инфраструктурой. Вот. Дело, значит, во-первых, в каналах связи, вот, потому что все-таки, когда и виртуальные рабочие столы, и инфраструктура находятся там в ЦОДе, то обычно там общение происходит на скорости от 10 гигабитов и выше. Ну, это уже стандарт, значит, подключения для того, чтобы облачный VDI подключить к локальной какой-то инфраструктуре, то есть, ну, надо понимать, что потребуется достаточно широкий канал связи, чтобы, ну, как бы, не ухудшить пользовательский опыт работы с виртуальными рабочими столами. Ну, и, кроме всего прочего, большинство компаний, конечно же, используют там какие-то доменные групповые политики и так далее, то есть, виртуальные рабочие столы из облака, они должны входить в домен заказчика для того, чтобы можно было что-то настраивать. Вот здесь тоже, как бы, есть некая проблема, то есть, касается мультитендентности, фактически для каждого заказчика необходимо вот какой-то отдельный прям кусок вот этой инфраструктуры. Есть вот такие сложности. В принципе, это основное, потому что, например, варианты, если нужен 3D VDI для каких-то расчетов, и он нужен, бывает, эпизодически, да, вот какую-то модель там загнать, что-то посчитать, выгрузить обратно и все, то здесь зачастую, может быть, гораздо проще, да, и вот, ну, то есть, вот прям крупные, крупные такие переходы на VDI из облака, как правило, не встречаются, потому что есть ряд таких вот ограничений. А небольшое использование, графическое VDI в том числе, это, пожалуйста, достаточно распространенная практика. Ага, еще уточнение по облачному решению. Есть ли решение в соответствии со СО 52 МФЗ? Есть, в том числе есть и российские решения VDI, которые уже более-менее становятся неплохими, вот, и находятся в реестре в том числе. Мы такими технологиями тоже занимаемся, не сказать, что они технологически, там, догнали лидеров этого рынка, но с этим уже можно жить, по крайней мере. Вот, и там, конечно же, происходит полная, там, красивая история про импортозамещение, про все необходимые, там, с точки зрения безопасности. Ну, а так, наложенные средства никто не отменял, то есть, наложенные средства можно хорошо достаточно защищать, включая гостовое шифрование, VPN-подключение и прочее, прочее. Хорошо, Дмитрий, а организует ли тонкий клиент шифрованные туннели? В принципе, да, если он по SSL подключается, то есть, можно настроить и VPN-подключение, либо публикацию и подключение через SSL-канал, то есть, все это шифруется. Шифруется, вот, фактически терминируется все на стороне серверной инфраструктуры, вот, и, кроме того, как правило, опять же, крупные компании, они еще дополнительно, там, обеспечивают двухфакторную идентификацию пользователей, то есть, не только, там, доменный логин, пароль, но, например, какой-то код, который приходит нам в приложение сотруднику на телефон, который нужно тоже ввести для подтверждения, что, да, я это точно, я не скомпрометированный. Хорошо, давайте еще два вопроса по-быстрому закроем, да, есть ли опыт решения на Astro Linux плюсы-минусы? Основные минусы таких вот Linux-овых, во-первых, есть, ну, как все заявляют, что в том или ином виде есть, да, то есть, можно сделать виртуальные машинки, к ним можно, там, удаленно подключаться, пожалуйста, но зачастую там очень большой ряд нюансов, да, то есть, скажем так, виртуализация и доставка каких-то отдельных приложений, вот, пока что не реализована в таком очень хорошем виде, потом протоколы сетевого доступа, то, что у Citrix очень хороший оптимизированный протокол для работы на узких каналах связи, да, он там очень здорово даже опережает в этом плане, там, микрософтский протокол RDP, вот, но Linux обычно использует для подключения к виртуальным рабочим столам RDP протоколы, вот, кроме всего прочего, клиенты для подключения, опять же, пишутся для очень ограниченного операционного систем, если мы говорим про Citrix, то практически под любое устройство есть клиент для подключения, там, на Android, пожалуйста, можно с планшета там какого-то подключаться, на iOS, я уж не говорю про обычную операционную систему, вот, то компании, которые делают Linux of VDI, они далеко, ну, не всегда обладают таким широким, как бы, перечнем, куда это можно установить. Попробуйте, например, с Mac подключиться к виртуальному рабочему столу на Astra Linux, вот, я не уверен, что там есть клиент для Mac, который позволит подключаться. Последний вопрос, Дмитрий, какие основные недостатки у VDI есть, с которыми уже пришлось столкнуться? Ну, первое, очевидный недостаток, это его стоимость, вот, второй, наверное, это скорость неотвения, потому что, опять же, это продолжение этой истории. VDI – это достаточно нагруженная такая система, да, то есть каждый сейчас в основном приобретаются ноутбуки, там ПК, там везде твердотельные накопители стоят, вот, и, соответственно, вот система хранения данных, которую необходимо под VDI предоставить, она должна быть очень высокопроизводительной, иначе пользователи получат плохой опыт, у них все будет тормозить. Это первое. Вот, ну, и большое количество серверов, серверы эти, если заказывать на складах, как правило, нет, то есть их везти сюда будут, там, 6-8 недель, это стандартные сроки, да, то есть, во-первых, дорого, во-вторых, это не очень быстро, ну, если только это не размещать где-то вот в облачной истории, где там есть свои нюансы, свои минусы, вот, ну, и третье, надо понимать, что VDI – это, если глобальная тенденция, перевода глобального, там, большого количества пользователей на VDI, то это самая такая вот бизнес-система, самая главная становится бизнес-система, которую нужно очень хорошо обслуживать, то есть очень высокие требования по ее высокой доступности. Если не работает VDI и никакого альтернативного, там, способа работы нет, то как бы у вас хорошо не были защищены, там, сервера баз данных, бизнес-приложения, там, насколько бы они хорошо не были сделаны, это все работать не будет, вот, поэтому к настройке VDI нужно относиться очень ответственно и предусматривать все возможные варианты, там, негативных событий, которые могут быть, это должна быть система очень высокая доступна. Все, хорошо, Дмитрий, спасибо большое за конструктивный диалог. Спасибо большое. До свидания.